Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Илон Маск предупреждает всех нас, и нам обязательно нужно обратить свое внимание на это предупреждение прямо сейчас. И первое, с чего мы должны начать, это с вопроса, который Илону Маску задавали в Твиттере. Вопрос касался того, когда с точки зрения Маска начнется рецессия, и он сказал, что прогнозировать макроэкономику сложно, но при этом он чувствует, что это будет либо весной, либо летом 2022-го. И этот прогноз он сделал тогда, когда казалось, что экономика сильная и рынки непоколебимы. Но как же быстро все изменилось всего за последний месяц, и теперь кажется, что его прогноз вполне себе реалистичен. Но буквально вчера Илон Маск совершенно случайно намекнул нам на то, что произойдет в будущем, указав на конкретный индикатор, как он повлияет на инфляцию, доходы компании и, соответственно, силу доллара и курсы на рынках. Если тебе нравится подобного плана контент, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию для создания новых видео. Давай наберем 8000 лайков. Большое спасибо за твою поддержку. Итак, начнем с этой статьи. Тесла отчиталась о рекордной прибыли за 2021 год, но при этом Илон Маск указал на самый главный ограничивающий фактор, и это цепочки поставок. Тесла сообщила о результатах за четвертый квартал, которые оказались лучше, чем ожидалось. Но при этом акции компании все равно упали, а вместе с ними и весь остальной рынок, после того, как Илон Маск предупредил, что проблемы с цепочками поставок могут сохраняться весь 2022 год. На первый взгляд кажется, что это скучная макроэкономическая информация, но только лишь на первый взгляд. На самом деле это очень важный показатель. И причина, почему это так важно, заключается в том, что кроме печати денег на инфляцию очень влияют цепочки поставок. И хотя недавно ФРС США сказала, что все замечательно, и кризис цепочек поставок начинает разрешаться, Илон Маск и Тесла предупреждают, что нет, этот кризис будет продолжаться в этом году. И я уверен, что Илону Маску и Тесле можно в этом вопросе доверять, они точно знают, о чем говорят. А вот Федеральной резервной системе я бы точно не доверял. Почему это может быть потенциально плохо, в том числе и для криптовалютного рынка? Сохранение кризиса поставок означает то, что инфляция потенциально может все равно оказаться выше прогноза. Это значит, что рост компаний в этом году и их доходы будут ограничены ровно так же, как ограничен даже рекордный рост доходов Теслы. Если из-за кризиса поставок компании не получают детали, компоненты, товары и так далее, они просто не смогут произвести и продать продукт, что, конечно же, приводит к снижению их прибыли. И рынки просто обязаны будут на это снижение реагировать. Вот почему рынки снова упали вслед за Теслой после этого отчета. «Наши собственные заводы уже несколько кварталов работают не на полную мощность из-за кризиса цепочек поставок, который, вероятно, сохранится весь 2022 год», — говорят в компании. Илон Маск при этом также добавил, что Тесла будет переживать дефицит чипов из-за кризиса поставок в 2022-м, и в результате компания не выпустит новые модели автомобилей, которые планировала выпускать в этом году. И если ты думаешь, что это происходит только с Теслой, то нет, это происходит со множеством и других компаний тоже. Вот почему мы видели достаточно большую просадку на рынке после выступления Федеральной системы США. Хотя, кстати говоря, это не было неожиданностью, потому что после прошлого выступления в декабре рынки тоже упали. Очень показателен и этот твит, который я нашел. Парень спрашивает, а можно нам какие-то обновления насчет Кибертрака, а то уже два года прошло в конце концов. Илон Маск отвечает ему, дружище, этот год был просто кошмаром в плане цепочек поставок, и это еще не конец. Это будет продолжаться. Итак, кризис цепочек поставок может ухудшиться, что приведет к росту инфляции выше ожиданий. Илон Маск предупреждает о том, что цепочки поставок в 2022 году будут страдать, и что рецессия, по его ощущениям, наступит весной или летом. Интересно то, что в декабре 2021-го Илон Маск продал неплохую часть своих акций прямо на пике, когда акции Тесла достигали 1200 и 1300 долларов. На графике это прямо на этой вершине. Он продал буквально перед вот этим обвалом. Очень интересно. Не похоже на совпадение, а похоже на то, что он что-то знает. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно Богатей. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова